Здравствуйте! Это информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова и коротко о главном. Взрыв газа в Карабодахкенском районе. Пострадала вся семья. Нововведение 2020 года. Какие законодательные изменения ждут граждан страны в скором будущем? Традиционный горный деликатес – сушеная колбаса. О зимних мясных заготовках в горных районах республики расскажем сегодня в выпуске. Сегодня утром в частном жилом доме Карабодахкенского района произошел хлопок газовоздушной смеси. Следом вспыхнул пожар, в результате которого отбой родителей и двое детей пострадали. 13-летний мальчик и 8-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии. Всю семью доставили в ожоговый центр Махачкалы. Новые правила экзамена на водительские права ожидают россиян в следующем году. Практический экзамен будет длиться полчаса. После проверки АЗО в вождении в автошколе экзаменатор отправит ученика в город. При этом проехать маршрут заранее не получится. Будет публиковаться лишь примерный список улиц. Также появится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку. Но и ГИБДД сможет отменить положительный итог, если предоставлены поддельные документы. Кроме того, если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующий придется ждать не меньше месяца, но и не более трех. Еще одно нововведение ожидает жителей страны в 2020 году. За изымаемое аварийное жилье собственникам выдадут субсидии на приобретение новой квартиры. Кроме этого, теперь аварийное переселение будут регулировать региональные органы власти и органы местного самоуправления. Отметим, что в ближайшие несколько лет предстоит расселить из непригодного жилья более полумиллиона граждан страны. Деньги на реализацию лучших проектов получили дагестанцы. Владимир Васильев вручил сертификаты победителям грантового конкурса. Всего в этом году было подано более 300 заявок. Из них победителями оказались авторы 51 проекта. Это учителя, врачи, ученые и журналисты. Общая сумма поддержки более 13 миллионов рублей. Глава региона выразил надежду, что представленные проекты помогут в решении ряда проблем Дагестана. Есть люди, которые живут для общества. Есть люди, которые живут для неопределенного количества людей. Они делают добрые поступки, не думая даже, кому они... Кто получит от них результаты, ощущения, вот этой теплоты, любви. Но чем больше таких людей, тем лучше общество, тем комфортнее в нем жить. Это очень важно. Вот силы это делают. Огромное вам спасибо. Среди собравшихся как те, кто реализует проект на гранд-главы республики не в первый раз, так и новички. В Сарежат Харбиловой всего 16 лет. Она здесь самая молодая, но уже думает о том, как повысить у учеников желание участвовать в олимпиадах. Основная цель моего проекта – повысить мотивационную направленность учащихся в сфере не сколько учебной, сколько внеклассной. То есть олимпиады, конференции, конкурсы. Так как, по моему мнению, большинство учеников просто не осознают, какая сильная роль у данных мероприятий в нашей жизни. И как они могут помочь нам не только в учебной деятельности, но и в становлении как личности. Проект «Мосохранение родных языков» очень важен для нашей республики. И именно аудиокниги на национальных языках, они будут помогать молодежи изучать родные языки. В прошлом году мы озвучили 22 произведения на 6 национальных языках республики. Сейчас по данному гранту мы будем озвучивать 24 произведения, также на 6 языках. В Карбудахкенском районе открылась новая больница. Учреждение оснащено по последнему слову техники. Стационар в селении Гурбуке рассчитан на 75 коек. Более 16 врачей работают по разным направлениям. Здесь же расположился амбулаторный центр гемодиализа. Он оснащен новейшими аппаратами «Искусственная почка». Есть в больнице теперь и современный кабинет лучевой диагностики. Благодаря ему у медиков есть возможность проводить обследование со сверхвысокой точностью. Сегодня знаменательный день для жителей района. В селении Гурбуке открывается участковая больница. Население района может получить дорогостоящие медицинские услуги как диагностические, так и лечебные. Не приезжая за пределы вашего района. Напомним, больница строилась более 10 лет и только в этом году заброшенный медицинский объект удалось ввести в эксплуатацию. Помощь будут получать порядка 25 тысяч человек. Это жители пяти населенных пунктов. Зима – самое подходящее время года для сушки мяса и колбасы. Горный Ботлихский район считается одним из основных центров этого вида деятельности. Десятки горцев занимаются традиционным промыслом. Из небольших цехов продукция попадает даже в московские рестораны. Чтобы узнать, как готовят главный деликатес горцев, наша съемочная бригада побывала в селе Гагатли. Патя Матханапова продолжит тему. Заэра Таджудинова заготавливает сушеную колбасу и мясо около 20 лет. У женщины свой цех в центре села. Сезон заготовок длится круглый год. Однако большие заказы приходятся именно в зимнее время. Более 4 тонн сырья обрабатывают здесь всего за 2 недели. Работа – это нелегкая. Если заказов много, то и ночами не спишь. Бизнес в селе – дело семейное. Помогают все – и браты, и сваты, и другие родственники, и иногда и наемные рабочие. Спасение есть, делятся местные жители. И если раньше все приходилось делать руками, то теперь на помощь приходит техника. С помощью этого нехитрого приспособления лишь за минуту можно сделать несколько колбас. Мы практически ничего не выкидываем. Производство можно назвать безотходным. Из ножек готовим национальное блюдо – хаш. Шкуры продаем кожевникам. Ну а кишки заполняем фаршем. И получается горская колбаса. После всех положенных процедур мясо и колбасу вешают сушить на открытых верандах. Они обязательно должны обдуваться ветром со всех сторон. А такая сетка вокруг защищает от мух и других насекомых. Ну а дом строили с учетом движения солнца. Если света будет мало, мясо будет кисловатым. На первом этаже солят мясо и готовят колбасу. На втором – сушат. И чтобы облегчить работу, хозяева придумали вот такую конструкцию. С помощью рычага поднимают готовую уже продукцию наверх и здесь уже развешивают. Заказы поступают из разных городов Дагестана и соседних республик. Иногда поставки идут даже в Москву. Килограмм сушеного мяса или колбасы стоит 600 рублей. Если заказать заранее, много – чуть дешевле. В основном сейчас заказ – мякот. Мякот и колбаса. Ну, есть люди, которые хотят по старинке с костями тоже сушить. По заказу это отдельно. Полностью же продукция высохнет примерно через месяц. Определить это легко по цвету. Чем оно светлее, тем суше. Созревшее мясо можно хранить в морозильнике чуть ли не целый год. В старинку, засолка и высушивание было способом сохранить его. Но и в век холодильников эта продукция пользуется у дагестанцев популярностью и считается деликатесом. По тематам Ханапова, Муза Целгереев, Новости ННТ, Боттерский район. И к новостям спорта. 13 команд из разных сел Шамильского района сошлись на ежегодном волейбольном турнире. Шестые по счету соревнования состоялись во Дворце спорта ДГПУ и были посвящены памяти павших от рук экстремистов. Основная цель турнира – укрепление дружеских отношений между выходцами из района. По итогам двух игровых дней золотые медали выиграла команда Галотль, серебро и бронза у представителей сел Телетль и Гоор. Кроме того, организаторы учредили специальные призы для лучших игроков в четырех номинациях. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин